Инженер из Якутии предложил дешевую автономную систему обеспечения энергией жилых домов в любой точке мира. Ей заинтересовалась Тесла. 66-летний Анатолий Чемчоев из Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук последние 10 лет живет в лесу на 45-м километре Вилюйского тракта и сам успешно создает альтернативную энергетику. Вместе с супругой Дианой Чемчоевой, кандидатом сельскохозяйственных наук и моногенетиком они живут вдалеке от цивилизации, но не оторваны от нее, ездят на международные конференции, ведут научные исследования и публикуют научные статьи. На счету супругов множество патентов и научных разработок, многие из которых уже притворены в жизнь. Но не в России, а за границей, к примеру, в сотрудничестве с японскими компаниями они разработали и запустили в производство перчатки и сапоги, выдерживающие 50-ти градусные морозы. Они занимаются проблемами энерго- и теплоснабжения, разрабатывая жилые дома, на обогрев которых требуется в 10 раз меньше энергии. Но в последние годы для супругов главное дело — альтернативные источники энергии, которые способны полностью обеспечить автономность жилых домов в любой точке земного шара. «Когда мы с Дианой поняли, насколько неэффективны солнечные панели и ветропарки, стали думать, где же выход. Солнечные панели и ветряки — это блажь для богатых, которым некуда девать деньги. Существующие технологии никогда себя не окупят и не смогут заменить электричество», — говорит Чумчоев. К таким выводам мы пришли еще шесть лет назад, потратив на это пять лет. Мы проверили — столько солнечных панелей, лучшими оказались отечественные из Роскосмоса, они выдерживают наши морозы. Но максимум, что мы от них получаем — это телевизор включить и телефон зарядить. Одна солнечная панель дает заряд мощностью полтора киловатта. И за солнечными панелями нужен постоянный уход. Из-за скопившейся пыли может в несколько раз снизиться эффективность. Учитывая, что солнечные панели и ветроустановки еле-еле тянут мелкие бытовые приборы, глупо даже говорить об отоплении и энергоснабжении населенных пунктов. Росгидро активно строит солнечные станции, но это экономически необоснованно. Все затраты включаются потом в тарифы, которые растут и растут, объясняет Чумчоев. «В течение пяти лет я считал, просчитывал, анализировал, проводил опыты, поэтому уверен, что это правильное решение», — говорит инженер, убеждая, что панацея от всего может стать портативный атомный генератор. Механизм его действия до такой степени прост, что инженер боится его патентовать. «Как только все будет опубликовано, другие страны смогут оперативно создать аналоги и приступить к испытаниям», сообщает NewsYacht.ru. «Это не простой ядерный генератор. Его принцип работы совершенно другой. Он не взрывоопасен. Охлаждение происходит не за счет воды, а за счет воздуха и конструктивно-технических решений. Чернобыльская станция работала на воде. Там был риск взрыва», — поясняет он. «Мы про все наши опыты пишем и в правительство Якутии, и в Российское, но всем удобно делать вид, будто нас нет». Выгоднее рапортовать об инновациях, умалчивая о многомиллиардных долгах по линии ЖКХ и энергетики. Небольшой атомный генератор нового поколения, занимающий площадь около 2 кв.м., сможет выдавать мощность 15 кВт и стать идеальным вариантом для небольшого села на 100 домов. Его стоимость около 2 млн. рублей. Работает он в автоматическом режиме, полностью безопасен и не нуждается в заправке, обслуживании или замене запчастей. Бесперебойно работать такой генератор может в течение 50 лет, а генератор мощностью до 10 мВт обеспечит теплом, электричеством и горячей водой не менее 15 тыс. человек. Чумчоев из года в год предлагает руководству Якутии взяться за этот проект. Изготовление одного опытного образца будет стоить около 30 млн. рублей. На научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы потребуется до 3 лет. Такая разработка может перевернуть жизнь не только Якутии, но и России и всего мира. Этим проектом давно интересуются иностранные агентства. Есть и предложение от одного из подразделений Росатома заключить договор и проводить испытания на их полигоне. Однако Чумчоев отказался, считая, что в этом случае его разработка обретет иное направление, далекое от нужд потребителей. Я постоянно пишу письма руководству Якутии, полпреду Дальнего Востока Трутневу, но мои письма остаются без ответа. В последние годы, если честно, начал уставать. Я отнюдь не молод и иногда закрадывается мысль, что не успею. С женой договорились, ждем еще два года, если здесь ничего не получится, то уедем за границу. Это не шантаж, а просто констатация факта. Стране не нужны технические прорывы, объясняет Чумчоев. Последняя надежда на указ Президента РФ от 7 мая этого года о национальных целях и стратегических задачах. В пункте 11 о цифровой экономике и пункте 15 о модернизации генерирующих мощностей в удаленных и энергетически изолированных поселениях прописаны цели и задачи. Регионы должны предоставить свой план до 1 октября 2018 года, но указ есть, а действий никаких нет. По словам Чумчоева, зарубежные коллеги убеждают его бросить все и уехать за границу, где на новую разработку немедленно будет выделено финансирование. К примеру, компания Tesla, которая активно занимается созданием источников чистой энергии, уже предложила российскому инженеру работу, обещая финансирование его проекта. «На работу к Илону Маску зовут. Его заместитель говорит мне, бросая все, в России никогда не поймут инновационные технологии, а здесь все будет и испытания, и площадка, и финансирование», сообщил инженер. «А я жду и надеюсь, что величайший прорыв в истории человечества начнется в Якутии. Ведь в первую очередь это положительно отразится на жизни арктических районов, где и так нелегко. Сейчас пытаются придумать какие-то идеи, новшества, чтобы сэкономить на топливе. Знаете, с чем я сравниваю атомный генератор? Много лет назад все думали, какие кнопки лучше делать на телефоне – кнопочные или крутящиеся. А потом придумали сотовый телефон с беспроводной связью, и все эти вопросы отпали. С атомным генератором будет точно так же», – уверен Анатолий Чемчоев. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.